Ну а это не иммигранты, но это другие писатели, большие-большие писатели того времени. Это, конечно, наш любимый Булгаков. Любимый. И его книги, наверное, самая известная, это Мастер и Маргарита. Пастернак, доктор Живаго, книга доктор Живаго. За границей Пастернака очень любят. Иностранцы любят эту книгу и этого писателя доктор Живаго. Замятин. Замятин, который написал книгу «Мы», это антиутопия. Антиутопия. Да, Замятин написал эту книгу в 1920 году. Это о людях. Это книга о людях, об обществе, в будущем. Это такая фантастика. В будущем, в таком гипериндустриализированном будущем. И у этих людей нет имён. Имя. Я Инна. Инна – это имя. У этих людей нет имён. У них есть номера. Ну, например, 4205. Номер. У людей вместо имён номера. Ну, такая очень хорошая книга. Аналог этой книги – это «1984» by Orwell. Но Orwell написал эту книгу потом, в 1948 году. Но эти книги очень близки, очень похожи. Такие антиутопии о гипериндустриализованном, индустриализированном мире. Ильф и Петров, которые написали сатирическую книгу «Двенадцать стульев». Стул, 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 стул. «Двенадцать стульев». Это сатира. Их публикуют в России. Да, кстати, вот Булгакова не публикуют в СССР. Нет, нет. Он вне цензуры. Он пишет романы и кладёт их в стол. Он пишет в стол. Его не публикуют. Вот Ильфа и Петрова публикуют. И Шолохова публикуют. Шолохов. И его книга «Тихий дон». Очень-очень популярная книга. Его публикуют. И Алексея Толстого тоже публикуют. Да, Алексей Толстой адаптировался к новому режиму и даже пишет книги для коммунистов. Это его очень известная книга «Хождение по мукам». Хождение ходить туда-сюда, туда-сюда. Хождение по мукам. Я не помню, как это называется. «Род к Калвари»? 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 «Род к Калвари»?» «Род к Калвари»? «Род к Калвари»? «Род к Калвари»? «Род к Калвари»? «Род к Калвари»?